исключение exceptions еще один тип данных в python исключение необходимо для того чтобы сообщать программисту об ошибках возникающих по ходу выполнения программы самый простой способ нарваться на исключение поделить на ноль попробуем поделить число 5 на ноль запустим в терминале мы увидим на первый взгляд непонятную страшную запись что это вообще такое когда в коде появляется ошибка то интерпретатор выводит трассировку то есть сообщение о том что он поймал исключение это называется трейсбэк трассировка для трейсбэк это отчет содержащий вызовы функций инструкций выполненных вашем коде в определенный момент он содержит много полезной информации когда вы пытаетесь определить причину возникновения исключения давайте разберем это сообщение подробнее поэтому лучше читать трейсбэк снизу вверх последняя строка является строкой сообщения об ошибке она содержит название исключения которое было вызвано zero division error в нашем случае после имени исключения следует краткое описание исключения division by zero деление на ноль далее следует список представлены двухстрочными записями для каждого вызова функции или другой инструкции первая строка содержит информацию об имени файла у нас это exceptions точка пай номер строки line one и имени модуля это помогает найти в скрипте нужную часть кода вторая строка для этих вызовов содержит фактически код который был выполнен 5 слэш 0 5 поделить на ноль это самое банальное исключение кажется что с ним вы вряд ли когда-либо столкнетесь но список исключений в питоне довольно велик и не ограничивается делением на ноль если вы никогда не видели эксепшнс значит вы никогда по-настоящему не программировали ошибки это нормально главное внимательно читать переводить сообщение интерпретатора воспринимать их как помощь и ни в коем случае не опускать руки сейчас мы разберем самые распространенные исключения с которыми сталкиваются студенты при выполнении заданий курса а также научимся правильно обрабатывать их рассмотрим иерархию встроенных в python исключений все начинается space exception это базовое исключение от которого берут начало все остальные у него четыре потомка system exit это исключение порождаемая функция exit при выходе из программы keyboard interrupt порождается при прерывании программы пользователем обычно сочетанием клавиш control c generator exit не будем давать подробности просто знаете что порождается при вызове метода close объекта generator exception а вот тут уже заканчивается полностью системные исключения которые пока мы не будем трогать и начинаются обыкновенными с которыми мы можем начинать работать хочу обратить ваше внимание на исключения с которыми хотя бы раз жизни сталкивается каждый кто проходит этот курс начнем с arithmetic error арифметическая ошибка к этому типу как раз относится рассмотренное деление на ноль look up error это некорректный индекс или ключ делится она на индекс error когда индекс не входит в диапазон элементов например у листа и key error не существующий ключ в словаре множестве или другом объекте name error не найдено переменной с таким именем далее очень распространена синтекс error синтаксическая ошибка возникает например если забыть поставить двоеточие после ключевых слов и файл свайл и так далее очень распространенная ошибка которую сложно понять с первого раза особенно если не знаешь как по-английски будет отступ это indentation error неправильные отступы также бывает tab error когда смешиваются в отступах табуляции и пробелы напомню что в одном скрипте нужно использовать обязательно что-то одно мы сейчас не будем рассматривать все типы исключений но пока нам этой информации будет вполне достаточно также помните что вы можете встретить исключения которые не входят в этот список потому что программисты могут создавать свои кастомные исключения теперь зная когда и при каких обстоятельствах могут возникнуть исключения мы можем их обрабатывать для обработки исключений используется особая конструкция try except else finally блоки try мы выполняем инструкцию которая может породить исключения а в блоке except мы их перехватываем перепишем код используя названную конструкцию добавляем ключевое слово try и двоеточие не забываем про отступы давайте сохраним результат в переменную тест и в случае возникновения исключения конкретно мы будем отлавливать арифметические ошибки в переменную мы сохраним нам то есть ничего после распечатаем переменную тест интересно что в ней окажется запускаем в этот раз мы не видим trace back то есть программа смогла выполниться все потому что мы предусмотрели вероятность возникновения арифметической ошибки поместили опасный кусок кода в try перехватили арифметическую ошибку с помощью except где предприняли некоторые действия чтобы все работало кстати перехватывая arithmetic error мы также перехватываем floating point error overflow error и zero division error поэтому у нас все и сработало также возможно инструкция except без аргументов которые перехватывает вообще все и прерывание с клавиатуры и системный выход и так далее поэтому в такой форме except практически не используется пишется хотя бы except exception но чаще всего перехватывает исключение по одному для упрощения отладки еще две инструкции относящиеся к данной теме это finally и else finally выполняет блок инструкций в любом случае было ли исключение не было ли исключения поэтому она применима когда непременно нужно что-то сделать закрыть файл допустим instruct sales выполняется только в том случае если исключений не было давайте добавим наш код else и finally чтобы просто понять как это будет примерно выглядеть в случае если ошибок не произошло так и напечатаем но exceptions finally мы могли бы поместить что-то важное но к сожалению в этом примере у нас нету открытых файлов или каких-то функций которые мы должны обязательно вызвать поэтому просто добавим здесь вызов print something important то есть здесь нужно сделать что-то необходимо какое-то необходимое действие важно понимать следующую вещь если в коде произошла ошибка то выполнение программы прорвется там где возникла проблема поэтому если вы не используете блок try finally и просто вызываете в конце программы важные функции полагая что они в любом случае выполнятся то вы ошибаетесь и сильно рискуете интерпретатор не будет выполнять последующие инструкции если в середине скрипта возникла ошибка нам помогает конструкция try finally с помощью нее мы можем избежать этой проблемы как использовать всю эту информацию при решении задач обязательно помещайте всю логику работы программы в блок try что относится к логике это циклы вызовы функций именно вызовы они описания что можно не помещать блок try это импорты модулей переменные которые задаются один раз и навсегда допустим номера gpu пинов разрядность цап и описание функций что помещать блок finally обязательно напишите туда инструкции которые позволят отключить подачу питания во все элементы платы следовательно погасить все светодиоды а также поместите туда очистку настроек модуля разбери пай gpu то есть gpu clean up except else не являются обязательными элементами но вы можете использовать их по своему усмотрению допустим если в блоке try вы пишете бесконечный цикл который будет прерываться с клавиатуры имеет смысл добавить как минимум except keyboard interrupt а внутри написать print за программу stop by keyboard это как пример т.к. Продолжение следует...